Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, мы вместе с вами на библейском портале экзегет продолжаем читать Евангелие от Марка. Сегодня мы рассматриваем 15 главу, где повествуется о самых скорбных событиях из жизни Господа. И мы вспоминаем, конечно же, вот крест Христов, и у каждого из нас нательный крестик, он напоминает о искуплении рода человеческого Господом, что совершилось посредством страданий. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату». Мы видим, как вот это вот скопище врагов Христовых и старейшины здесь, то есть старшие представители народа, и первосвященники, которых часто власти меняли, и они все вместе тоже, хотя до этого могли друг другу завидовать, враждовать, и книжники, представители учености, и весь Синедрион, то есть судебный орган высший иудейского народа. Вот они, объединяясь, составляют совет и отводят Господа Пилату. Понтий Пилат – историческое лицо, это все прекрасно знают, признают. Почему нужно было отвести Христа к Понтию Пилату? Потому что иудея не являлась самостоятельным государством, а включена в Римскую империю. Это одна из провинций Римской империи. И, соответственно, иудейские первосвященники и Синедрион, судебный орган, не мог вынести важного решения, такого важного, как смертный приговор, без разрешения римской власти. А представителем римской власти был прокуратор Понтий Пилат. Прокуратор, то есть наместник, вот лицо, поставленное императором для наблюдения за народом. И таковым был Пилат, родом из Понтийской области. Итак, Христос предстает перед Понтием Пилатом. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». То есть Спаситель не пытается чего-либо доказывать, объяснять, защищаться. Вот ему Пилат говорит, «Ты царь иудейский?» И Спаситель отвечает, «Ты сам так говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь?» Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Для Пилата это было очень удивительно, что человек, смерти которого ищут и всячески на него наговаривают, совершенно не пытается защищаться. То есть это что-то необычное, непривычное. Всегда и сейчас есть адвокаты. И даже если кто-то не нанимает адвоката, то ему обязательно государство выделяет защитника, адвоката. А тут вдруг Спаситель отказывается от какой-либо защиты и готов принять все, что ему назначат. Причем заведомо ясно, что это несправедливые наказания. И для Пилата это было удивительно. Из других Евангелий мы знаем, что он даже пытался освободить Христа. То есть в какой-то момент он расположился, что это вызывало в нем такое вот уважение, такое смирение, великодушие Христа. Но Пилат не был настолько искрен и бескорыстен. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Такая была традиция в иудейском народе, что на каждый праздник Пасхи Ветхозаветной, а ведь Пасха — это освобождение. Буквально Пасха с еврейского Песах, прохождение мимо. То есть ангел проходил мимо дверей израильтян. Все израильтяне остались живы, а египтяне были наказаны, и у них умерли первенцы. И вот Пасха — это спасение от смерти и спасение от рабства. И вот в знак этого праздника, на каждый праздник им отпускался один приговоренный к смерти преступник, тот, кого ожидала смертная участь. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Вот была некая шайка бандитов, или наполовину бандитов, которые произвели мятеж и сделали убийство. То есть не очень большой выбор, оказывается, кого освобождать. Вот есть Спаситель Христос, на которого в обвинении возводят главы народа, и есть мятежник Варавва с сообщниками. И Пилат обращается, ну кого вы хотите, чтобы я вам освободил. То есть Пилат не хочет вникать в тонкость всего этого дела, потому что главы иудейского народа против Христа. И получается, что если Пилат его освободит, то тогда он озлобляет против себя иудейский народ. А Пилату хотелось в данном случае быть приспособленцем. И он дает такой, как бы, последнюю у него надежду, что, может быть, народ, сам народ иудейский, простые люди, а не начальники народа, выберут Христа. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них, то есть отпустить кого-либо из них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли отпущу вам царя иудейского», как называли Спасителя, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Пилат сам недоумевает, что он же ничего не сделал, обвинения не доказаны, все, что возводит на Христа, не подтверждается. Для смертной казни этого никак недостаточно. Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Дело в том, что народ думал, что Иисус Христос станет земным освободителем. Он свергнет того же самого Пилата, римскую власть, все перед ним разбегутся, и он освободит народ от римского господства, а иудейский народ соделает господствующим на земле. Так думали простые евреи того времени. И тут вдруг они видят, что Иисус Христос находится на суде у этого Пилата. То есть он слабее, по-человечески слабее, чем римская власть. Он не ниспровергает римскую власть. А вот Варавва, который произвел мятеж, мятеж-то был против римской власти. Варавва предстал как такой вот национальный герой. Пусть неудачник, но все-таки герой местного масштаба. Он боролся за независимость. Поэтому предпочли Варавва, нежели Христа, того самого Иисуса Христа, который говорил о главной победе, победе над грехами и освобождении людей от вечной смерти, от дьяволовой власти, от уз ада. Вот ради какой свободы и ради какого спасения пришел Христос. Казни предшествовали самые разные уничижения. И уже Пилат, прежде чем распять спасителя, он подвергает его биению. Читаем дальше. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его радусе царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». То есть они издевались таким образом. Воины были людьми грубыми, и развлечения у них соответствующие. То есть они спасителя пытаются представить, как бы в данном случае одевают на него багреницу, как некие вот отражения царской багряной порфиры, красивой одежды, возлагают венец, как вот царей увенчивают, но в данном случае это терновый венец. То есть поскольку Христа называли царем, то вот они его изображают как бы царя, и становятся на колени, кланяются, говорят радусе царь иудейский, но тут же подвергает его издевательствам, таким избиением. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его, и тело Господа уже покрыто кровавыми ранами. Надевают на него его одежды, и все эти одежды промокают от крови. Спасителю тяжело нести крест, и тяжесть была такова, и настолько было трудно все это, чисто по-человечески, потому что Спаситель уже всецело отдает себя вот этой человеческой немощи ради людей, что он уже не может, он настолько изнемогает, что физически не может дальше нести крест, и заставили проходящего некоего киренеянина, Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Вот здесь евангелист Марк упоминает Симона, отца Александрова и Руфова, то есть для аудитории того времени это были известные люди, Симон и его сыновья Александр и Руф. Видимо, одни из первых христиан, которые тоже приняли Христа. И вот они здесь упоминаются, хотя мы уже про них фактически ничего не знаем. Но вот этот Симон, который нес крест Христов, в каком-то смысле он должен для нас быть таким вот символом и нашего личного крестоношения, что Спаситель ради нас подъял крест, пострадал и воспринял немость человеческую до последних пределов. И мы должны подобно вот Симону тоже принять на себя крест Христов и тоже вместе со Спасителем идти к Голгофе. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Голгофа – это по-еврейски, а буквально лобное место, то есть открытое, это такая вот небольшая гора, каменный холм, непосредственно за стеной Иерусалима. Вообще, в Иудее все очень близко. Там не так много пространств, как в России. Там нет таких вот широких просторов, и достаточно быстро можно пройти от одного места к другому. Поэтому в Иерусалиме улочки очень тесные, узкие, все очень недалеко. И гора Голгофа, она располагалась сразу же после врат. Это вот судные врата, они были откопаны на рубеже XIX-XX веков. Оттуда шел как раз, восхождение шло на гору Голгофу. «И давали ему пить вино со смирную, но он не принял». В другом Евангелии там говорится «уксус с желчью, с горечью». То есть это было не просто вино, а уже скисшее вино. Кислое, как уксус, а смирна, она горького вкуса, как желчь. Для чего давали вино со смирную? На самом деле, это вот некоторые воины давали из жалости, чтобы такой напиток притупил сознание распинаемого, и ему легче было претерпевать боль. Но Спаситель не принял этот напиток. Он решил чашу страданий испить до конца, поэтому не облегчает свои боли. И вот так начинается самое главное, вот и самый ключевой момент в искуплении рода человеческого. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его». Перед этим палачи делят оставшиеся вещи, которые были у казнимого. Но так как хитон, который носил Господь, он был соткан, ну, скажем так, одной ниткой без швов, не швенный хитон, не сшитый, не сшитый из частей, а как бы единый, вот, не, ниткой соткан, то его разорвать на части было невозможно. Поэтому воины бросали жребий, кому бы досталась эта одежда. Вот через такое уничижение тоже проходит Спаситель, что даже вот эта одежда, она достается палачам, по жребию. И Спаситель принимает распятие. Распятие — это одно из самых страшных казней, муки, муки которой передать, наверное, невозможно, потому что гвозди пробивали нервы, нервные окончания. И жить, сколько-то вот еще оставаясь на кресте, было возможно только если опираться на ноги, чтобы вздохнуть, потому что положение тела распятого не позволяло ему дышать в полной мере. Чтобы вздохнуть, нужно было приподняться на ногах, а ноги тоже пробиты гвоздями, и каждый вздох он сопровождался такими вот умопомрачительными болями. В общем-то, все, что претерпевает распятый, это описано, и спаситель именно эти боли несет. И была надпись вины его царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую стороны его. Из былой слова писания и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его». То есть торжествующее зло, торжествующая несправедливость, внешне торжествующая. Но при этом, поскольку сам спаситель совершенно не озлобляется и озлобляется, и в его человеческом естестве нет ни ропота, ни негодования, то в духовном смысле здесь торжествует именно смирение над гордостью, любовь над ненавистью, и дьявол терпит поражение, потому что в реце Христа дьявол не смог ничего себе заполучить, когда дьявол побеждает, когда внутри нас вдруг появляются обиды, вдруг зарождается злоба, мстительность, нетерпеливость, негодование и так далее. Все вот эти лукавые какие-то извороты наших чувств, мыслей, наша нетерпеливость, а спаситель скротостью, смирением и всепрощением принимает эти страдания, и дьявол побежден. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Три часа. На три часа померкло солнце, так как на кресте страждет солнце правды Христос и умирает, то и физическое материальное солнце скрывает свои лучи в знак того, что Бог истинное солнце страдает на кресте. В девятом часу возобил Иисус громким голосом «Элои, Элои, ламмаса вахвани» это вот по-еврейски, что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет». Они не восприняли, то есть «Элои» это обращение к Богу, а они восприняли как обращение к Ильи. Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его?» То есть тут рядом с крестом это тоже такая вот суматоха как бы, да? Кто-то что как-то воспринимает по-своему и они же знали, что Христос совершал чудеса, что он исцелял прокаженных, слепых, он воскрешал, он кормил голодных пятью хлебами, насыщал и оставалось еще много коробов, остатков. И тут они на самом деле подумали, а вдруг сейчас пророк Илья такой вот строгий ревнитель божественной правды, который с телом взят на небо, вдруг он сейчас придет и попытается освободить еще живого вот этого, как они считали, человека, праведника на кресте. И им хотелось увидеть, вдруг на самом деле перед ними сейчас наглядно совершится какое-то знамение. Поэтому один хотел тоже дать вот этот уксус, чтобы еще облегчить страдания, чтобы посмотреть, придет ли Илья снять его. Но самое-то главное в этом тексте это слова Христа, которые свидетельствуют как бы о богооставленности. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И святые отцы, конечно, по-разному объясняли эти слова. И некоторые говорили так, что Христос это только от лица народа иудейского произносит показывая, что теперь вот иудейский народ из-за этого он оставляется Богом. То есть он был богоизбранный, но теперь он Божья благодать покидает этот народ. И богоизбранными становятся христиане из всех народов, из любых народов, в том числе из еврейского народа, но те, которые приняли Христа. А просто вот отдельная нация, она перестает быть богоизбранной, то есть в каком-то смысле оставляется Богом. Но некоторые святых отцов, такие как преподобный Ефрем Сирин, или вот ближе к нам по времени преподобный Иустин Попович, пытались вскрыть здесь более такой вот глубокий пласт. Дело в том, что итог всех наших грехов человеческих это ад. Люди через грехи попадают в ад. А ад это что такое? Ад это место, где нет общения с Богом. Это такая вот богоотчужденность из-за того, что ты сам удалился от Бога. То есть муки ада это муки богооставленности. И вот Христос для того, чтобы искупить всецело падшее человечество, страдает не только телом, но и душой, воспринимая за нас муки богооставленности. То есть вот эти адовые муки богоотчуждения. И тем самым он переживает своей человеческой душой глубину страданий, полагавшуюся падшему миру. И вот в этом-то и тайное искупление, что до дна он принял эту чашу, но человеческая его воля как раз не отчуждается от воли Божией. И Бог-Отец не покидает Сына. Но вот есть такой термин богословский кенесис умоление. То есть на какой-то момент Божья благодать умоляет свое действие для того, чтобы Христос как человек принял всю чашу страданий за нас грешных. И Спаситель тем самым искупил род человеческий и от адовых мук. И Иисус же возгласив громко и спустил дух и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. А вообще завеса она была очень на самом деле толстая, так что просто вот ее не разорвешь. И здесь было явно Божие действие. То есть уже обнажается ветхозаветный храм и тем самым теряет смысл ходить именно в ветхозаветный храм, потому что теперь созидается новый храм, где новая жертва, жертва Христова, и приобщаемся мы этой жертве через таинство Евхаристии, причащение. И вот начинается уже преображение мира. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал, истинно человек был Сын Божий. Вот так уже обращение сотника язычника ко Христу. Он исповедует Спасителя Сыном Божьим, хотя у него на глазах он умер, как немощный человек. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария мать Иакова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Вот нарушается порядок всего. Солнце померкло в знак того, что истинное солнце, солнце правды, Христос страдает на кресте. Иудеи отвергают Христа, зато язычник сотник принимает его. Ученики мужского пола разбежались, а жены мироносицы, наоборот, стоят, то есть происходит нарушение всех порядков. При этом упоминается, что эти жены, женщины служили от своих имений, потому что спаситель не имел собственного достатка, и, конечно же, нужны были пожертвования. Но вот что интересно, вот упоминается Соломия, Мария Магдалина, это понятно, это одна из раскаившихся блудниц, которая последовала за Господом, и спаситель Марию Магдалину освободил от одержимости духами падшими. Соломия это мать апостолов Иоанна Богослова и Иакова, братьев, сыновей Зеведеевых. Вот Соломия, супруга Зеведея, она последовала тоже за Христом. А кто Мария, мать Иакова, Меньшего и Иосии? Есть одно из толкований у блаженного феофилакта болгарского и у некоторых других, что на самом деле здесь так вот прикровенно говорится о матери самого Христа, потому что Иаков и Иосия это дети Иосифа Обручника, а Иосиф Обручник условно назывался отцом Христа ну как бы по принципам усыновления соответственно и Дева Мария условно называлась матерью вот этих сыновей Иосифа некоторые объясняют, что вот эта вот Мария мать Иакова Меньшего и Иосия это и есть Дева Мария хотя может быть не все придерживаются такого толкования и как уже настал вечер потому что была пятница то есть день перед субботой и уже запрещалось какие-то труды выполнять и все должны были этому подчиняться если бы этому не подчинились и жены мироносицы и ученики Христовы то их бы просто побили камнями и никого не осталось бы вот завершается пятница день перед субботой пришел Иосиф из Аримафеи знаменитый член Совета который и сам ожидал Царствия Божия осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова вот так у нас на страницах Евангелия появляется личность Иосифа Аримафейского о нем мало что известно но мы можем во первых сказать что это был человек который происходя из Аримафеи одного из иудейских городов он специально переехал в Иерусалим он был благочестив о благочестивой жизни и он сам чаял и ожидал Царствия Божия при этом он отличался ученостью происходил из богатой семьи и это позволило ему и ученость его знатное происхождение стать членом совета он отличался мудростью поэтому стал знаменит он знаменитый член совета и еще такая вот особенность что Иосиф Аримафейский специально для себя приготовил гробницу за стенами города Иерусалима сейчас может быть это покажется несколько странным но для того времени это было вполне нормально когда человек стремился больше к вечной жизни и понимал что земная жизнь быстро пройдет поэтому он заранее хотел приготовить место для упокоения своего тела вот такие гробницы готовились как семейные захоронения вот что интересно отметить то есть углублялась в скале такая вот пещера где вначале делалось помещение для одного захоронения а потом по мере так сказать умирание других членов семьи переходы там продолжались дальше вот эти ходы могли продолжаться и вот эта пещера расширялась и становилась таким вот семейным склепом и вот таких семейных захоронений их было много в то время места рядом с Иерусалимом для захоронений было очень трудно приобрести но Иосиф был богат и вот он потратил огромные средства для того чтобы себе приготовить вот эту гробницу она стоила огромных средств просто целое состояние и вот он в его сердце что-то происходит и он идет и просит тело Иисусова Пилат удивился что он уже умер и призвав сотника спросил его давно ли умер ведь распятые могли висеть и по два дня на крестах и некоторые даже больше получается что спаситель умер преждевременно по расчетам чисто земным потому что смерть Христа была добровольной и узнав от сотника узнав что уже умер отдал тело Иосифу он купив плащаницу то есть дорогое погребальное пелено полотно вот эту пелену и сняв его обвил плащаницу и положил его во гробе который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба то есть Иосиф Римофейский он приходит со своими вот слугами он действовал очень быстро и это было такое движение сердца что надо же где-то похоронить Христа вот этого чистого праведника по человеческим меркам а может быть он уже Иосиф Римофейский верил в него как спасителя и мессию и он отдает ему свое пристанище вот он отдает Христу свое пристанище как бы последнее пристанище для своего тела и таким образом он сам принимается Христом вечное пристанище в будущем потому что Иосиф Римофейский тоже стал святым Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели где его полагали то есть вот жены мироносица они издали вот наблюдают как Иосиф Римофейский полагает тело спасителя в свою гробницу и вход закрывается большим камнем гробницу таковы события связанные с распятием Христа и тайна Креста Христова рассудком нашим до конца не может быть исчерпана нам остается только с благоговением принять эту тайну а на этом мы сегодня остановимся чтобы в следующий раз уже благовествовать о воскресении спаси вас Господь Субтитры